Продолжаем дальше наш репортаж. Дальше нам не дали ближе это все делать. Вот стоим здесь. Жена, ребенок, ребенок и жена просидели 4 часа. Сначала они что делали? Не предложили не кушать. Дети больные, голодные, забирают у детей кушать, как мне рассказывают. Расскажи, пожалуйста. Приносили с собой еду. Они у них отбирали и выбрасывали в мусор. Бумага. А там? А там расскажите. Сами не предлагают не кушать, ничего. У них только вода. Вот я сейчас еще... Очередь 4 часа с ребенком. Еще 4 часа надо будет ждать. Очень много, с маленькими детьми, беременных очень много. Никто не дает кушать. Никто не дает кушать. И сейчас я вам расскажу. Все говорят, что они должны приходить со своим. Если у вас дети, вы побеспокоитесь о том, чтобы они были сыты. А люди приезжают неизвестно откуда. Но если бы мы приехали даже с едой, нас бы все вовнутрь не запустили. Выбрасывают. Выбрасывают. И говорят немцы, я еще хочу пару слов сказать. Знаете, я позвонил в министерство, в министерство интеграцион, там есть такая женщина, фрау Файт. Я с ней разговаривал наперед, потому что это все через меры города в Берлине. К ней были бумаги, запрос, запрос я сделал. Они переадресовали, предложили прийти, перед тем, как идти в Азиль, с ними поговорить. И вот пришел я туда, пришел я туда, спрашиваю эту женщину, консультации, или я могу с женой своей идти. Она говорит, фрау Файт, Файт такая известная, но она хуже Сталина. Говорит, можете зайти, здесь не запустили. И говорит потом фрау Файт. Говорит, а что, здесь учреждения, это не бюгерды. Вы не должны там получать что-то кушать. Вот как уже жена говорила, что не дают, просто тупо не дают кушать. Я ей звоню, говорю, как при Сталини, за три колося в тюрьму давали детей по пять лет. Хотел ребенок взять шоколадку, маленькая шоколадка, Балтий. Забрала охрана, сказала, нельзя здесь заходить и здесь кушать. И потом говорят, почему вы не взяли с собой? Съешь на улице, заходи. Вот так, вот так. Сумку проверяли, металлоискателем проверяли. Не остались, а реальный фашизм. Она говорит, ничего, я говорю, это и станет бюгердами социального характера. Это учреждения социального типа, где люди приходят, приходят люди из Африки, беженцы разных классов. Они должны получить кушать. Вышли один пан Новак, Герновак, смеется, улыбается. Говорит, а что здесь такое? Нагло, надменно смеется. И потом они говорят, Россия плохая, Путин плохой. Просто делают врагов. Ругайтесь между собой, а мы будем господствовать. Дели и властвуй. Как был принцип, так и он откладывается на сегодняшний день. Вы сами можете проверить. Они только 4 часа, что видно, то они выходят и курят. Это, да, выходит каждый момент. Потом стоит, где можно жаловаться. Этот номер не работает, мы записали. Покажу вам внизу, вы можете почитать. Не работает. Один перезвонил, но он даже по-немецки не умеет толком. Таких людей берут просто, громотводов. Все, они делают. Но он больше арабы специализируется по ним. Которые просто 2-3 слова могут связать. Это представьте себе, я уже по-немецки здесь вырос. С 8 лет. Знаю идеально. И спрейт перфект. Аусрайген дойч. Сугенрюген дойч. И подкручиваю гаечки, подкручиваю. Они просто издеваются. И это такие. Это министерийум интеграцион, социальная интеграция в Берлине. Мы это хотим видео показать. Чтобы они русскоговорящие знали, какие они есть. И чтобы их с таким трепетом ненависти встречали, как они заслуживают. Потому что эти люди не должны здесь работать. И если политика и люди, которые в ответственной функции не занимаются этим делом, а говорят напишите, это написал и выбросили. Вот и все. Вот идет продолжение. Будем дальше снимать. Сейчас мы отошли покушать. Хорошо, что мы в машину приехали. Не имеем что-то. А сколько людей не имеют? Я немец, жена Украинка. Если было бы иначе, мы бы и два украинца, мы бы сейчас голодные были. Вот вам кто голодомор делает. Немцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok